Приветствую вас. Вы знаете, хитрость и некорректность вашего вопроса заключается в том, что вы предлагаете вам предложить какие-то интересные дела, которые дожмили бы мужчину. Но правда заключается в том, что интересные дела, а точнее дела, эмоционально значимые для вас, можете открыть в себе только вы, путем исследования своих интересов. И всё. И я не думаю, что, как бы так сказать, я не думаю, что есть конкуренция между, например, различного рода деятельностью и мужчиной. Проведение досуга с мужчиной это, по сути, такая же деятельность. Ничем не хуже и не лучше любой другой. И просто тонкость в том, что залипание на мужчине означает, что мужчина ставится в угловую угла. Это означает, что на мужчине у женщины сконцентрировано чересчур много желаний. Всё, что нужно сделать, это желание распределить по сферам. Зачастую женщина залипает на мужчине, когда она не уверена в себе, не реализована, боится остаться одна, стремится к заданию семьи и детям. Вот эти вещи, кроме последнего, я полагаю, комментировать не нужно. Тут каждое основание для залипания на мужчине требует своей психотерапевтической работы. Ну а создание семьи и детей является достаточно сложной в российских реалиях проблемой, потому что у нас в некоторой степени традиционное общество, которое считает, что если ты не вышла замуж и не родила детей, то ты, соответственно, женщина неполноценна. И такая проблема существует у многих женщин, которых, опять же, воспитывают в этих самых традициях. Ну просто потому, что мы живём в то время, когда родители большинства молодых женщин, которые потенциально могут иметь детей, большинство родителей потенциальных женщин, которые могут иметь детей, большинство родителей являются выходцами из Советского Союза. А в Советском Союзе положение женщин было понятно какое. И эти родители воспитывают своих детей, то есть своих дочек, своих будущих женщин и матерей именно в таких традициях. И мы имеем дело с женщинами, которые являются не рабами, может быть, но находятся под очень сильным влиянием данных традиций. А психология выступает всё-таки больше за снижение роли семьи, за снижение роли детей и за придание значения семьи и детям, ну не первостепенного и даже не второстепенного. Понимаете, какая шлюка? И ведь когда вы выбираете до проведения досуг с мужчиной, вы только вдумайтесь, досуг с мужчиной. Это звучит так, что я проведу досуг с мужчиной, чтобы получить удовольствие самой от мужчины. Но отношения выстраиваются немножечко не по такому принципу. Отношения здоровые выстраиваются по принципу того, что я хочу сделать своего партнёра счастливым. Вот по какому принципу выстраиваются отношения. Не по принципу, что вот, ну, что проведение досуг с мужчиной, понимаете. Поэтому ваш вопрос поставлен некорректно. Он поставлен из, я бы сказал, жертвенной позиции. Он поставлен с точки зрения психологической игры «Да, но». Можете почитать про эту игру в интернете. Вот, ну, так просто напишите «Психологическая игра» «Да, но». Или «Почему бы вам?» «Да, но». Ну, то есть, я полагаю, что вы найдёте. Ну, вот, соответственно, то, что можно вам сказать. Да, помочь выйти из жертвенного состояния и помочь найти те занятия, которые будут раскрывать ваши способности и ваши природные таланты. Всё это вполне себе реально. Но начать сегодня с личной ответственностью, с принятия личной ответственности за то, чего вы хотите. За, за свои желания. Не за обеспечение себя. Я верю, что вы самостоятельная и обеспечивающая себя сами. Себя сама женщина. А именно за свои желания и бедные таланты. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи! Продолжение следует.